Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы для вас сделаем видеоролик по монтажу рулонных штор, либо как их еще называют, день-ночь. Данное видео будет полезно не только мастерам, но я думаю и простым домохозяйкам, так как данный монтаж осуществляется очень просто. Хотя многие думают, что это очень сложно. Поехали. Итак, друзья, немножко отсвечит нам солнце. Вот у нас есть две створки оконные, вот у нас есть наши роль-шторы. Если кому-то будет интересно, как замерять и узнать размер роль-штор для покупки, пишите в комментариях, мы обязательно для вас расскажем, как это сделать. А пока о самом монтаже. Сперва распаковываем наши роль-шторы. Итак, друзья, в комплекте идет сама роль-штора, день-ночь. Идут вот такие вот наклейки, которые клеятся к этим основаниям. Но я рекомендую все-таки механическим способом крепить на саморезы. Саморезов у нас два типа. Есть поменьше, есть чуточек побольше. Также есть держатели самой рулонной шторы. И фиксатор снизу с леской. Я когда достаю роль-штору из упаковки, то отделяю вот эти вот бусинки, вот просто для удобства монтажа. Здесь есть и такой вот замочек, вот с помощью которого можно... Вот, оно рассоединяется. Можно и здесь его рассоединить. Вот так. Вот, то есть отделяем замочек и достаем вот с помощью вот этой вот крутелочки эти бусинки. Вот, так как они нам будут пока только мешать. Чтобы не потерять, положим в сторону. Вот. И вот этот механизм, который у нас отвечает за открывание и закрывание, он у нас универсальный и перестаной. То есть здесь есть стулочка, которая вот так вот вынимается. С этой стороны мы тоже сейчас вынимаем. И если нужно, то эту втулочку вставляем с этой стороны, эту втулочку вставляем с этой стороны. Для чего это делается? Для удобства пользы. То есть если кто-то левша и кому-то нужно с этой стороны, чтобы висели эти бусинки, за которые мы открываем, регулируем наши шторы, то можно это все универсально поменять. Итак, друзья, первое, когда мы разметились, мы выбираем способ крепления нашей рульшторы. Вот. И я креплю всегда на саморезы, то есть жестко. Вот. И когда мы крепим на саморезы, то вот эта вот верхняя часть, она не нужна. Вот видите, у нас идет тут линия излома. Вот. То есть мы просто берем вот таким вот способом на себя. Вот. И оно, ну, не нужно нам отламывается. Ничего страшного. Вот мы же одну рульштору повесили. Лишнее убираем. Первое действие – это мы размещаем вот эти вот наши крепления, в которые потом будут вставляться держатели самой рульштора. То есть берем крепление. Вот это, как я уже говорил, мы обламываем за счет того, что будем сюда прикручивать. И что служит ориентиром у нас для размещения вот этого вот крепежа. Вот видим, на руке окна есть такой штапик, который держит у нас стекло. То есть вот. Можно вот так. Я иногда чуть-чуть смещаю вот в сторону для того, чтобы у нас рульштора перекрывала немножко штапик, чтобы не просматривалось у нас, грубо говоря, со стороны. Чтобы, если с улицы кто-то захочет просмотреть, то чтобы вот так вот у нас не просматривалось ничего. Вот. Соответственно, ориентиром у нас служат вот этот штапик. И буквально там пару миллиметров влево от него отступаем. Высоту уже регулируем сами. Ну, естественно, одинаково. Как здесь, такая же должна быть у нас и здесь. Берем и крепим с одной стороны. И точно так же у нас крепим с другой. Итак, как только мы установили вот эти вот наши направлялки, сразу же заднюю часть рульштора засовываем вот в эти вот пазики. То есть, ну, обычно с этой стороны засовываем. И я сразу засовываю, пока еще не прикреплен, с этой стороны. Потом приклеиваю. Вот она двухсторонняя скотч, которая идет в комплекте. И потом уже прикручиваю. И получается у нас готовый вставленный крепеж. И после того, как мы вставили вот нашу заднюю часть, вставляем переднюю. Вот она вставляется очень просто. Вот здесь вот есть такой держатель, который чуть-чуть на себя тянем. И в сторону отодвигаем вправо. Вот видите, и он вынимается. Вот. Тут есть эти элементики. Точно таким же способом мы... Неудобно ли нет оператора сегодня у меня. Вставляем вот это и с задней стороны. Вот. Вот таким вот образом. То есть, все очень банально просто. Может сделать даже девушка. Еще может у вас получиться так, что самое полотно рульшторы будет, вот видите, вот как с наружной стороны. И получается у нас здесь очень большой зазор между двух штор. Вот. Соответственно, такого быть не должно. И нужно сделать так, чтобы рульштора оказалась во внутренней части. Соответственно, снимаем вот этот весь крепеж и перематываем рульштору в обратную сторону, чтобы она оказалась внутри. Вот так по итогу должно у нас получиться. Видите, полотно у нас на внутренней части. То есть, полотно ближе ко второму полотну. Еще очень важный момент, что вот этот вот ролик, по которому у нас скользит, наша рульштора не должен стоять вот так. Вот. Вовнутрь. Это должно быть снизу, снаружи. А ролик должен быть внутри. Итак, когда мы уже смонтировали наши направляющие, которые держат у нас сверху нашу рульштору, они уже висят, осталось нам поставить недостающие элементы натяжители вот здесь снизу и закрепить это все дело на направляющую леску, которая будет вертикально у нас натянута. Эту леску разматываем и разделяем ее наполовину. Все, что лишнее, будем обрезать. Ну вот, получается, разделили мы на две части. И мы сейчас вот в этой центральной части будем резать наполовину. Вот так вот. Одно вертикально и по другой. Вот, видим, у нас две точечки здесь есть. Вот мы надеваем леску с этой стороны и просовываем вот здесь. Потом делаем здесь маленький узелочек и затягиваем. Видим, да? Лишний вот этот вот хвостик, который остается, обрезаем. Точно так же проделываем и со вторым. Так, еще важным элементом является то, чтобы наш узелок был с этой стороны, а леска выходила ко внутреннее, через внутреннее отверстие. Вот. И не перепутайте стороны, потому что не зря же здесь вот есть сверху, повторяются снизу отверстия. Так как у нас есть сторона левая, есть сторона вот правая. Вот. Потому что если бы продели в те, то, естественно, только так можно было бы повесить. Так что внимательно. Узелочек снаружи, леска во внутреннее отверстие. И лево-право соблюдаем. Все, теперь можно вешать. Все это дело обратно. Когда вешаем держатель, то, когда его вставляем, должен быть характерный такой щелчок. Вы слышали? Точно так же вы щелкнется. Вот видите, вот это вот есть такая защелочка. Он должен защелкнуться в нее. Дальше леску продеваем вот через такое вот ушко. И сейчас снизу будем вот здесь устанавливать фиксатор. С одной стороны и с другой. Сейчас берем эти фиксаторы наши для лески. Вот таким движением вверх его открываем. Здесь есть такой вкладыш. Его достаем. И теперь нам нужно перекрутить наш фиксатор вот сюда. Он будет служить натяжителем лески. Здесь использую не шуруповерт, а ручную отвертку. Так как саморез у нас коротенький. И отверточка тоненькая как раз туда подходит. Второй саморез можно не крутить. Так как у нас нагрузка будет идти вверх. Ну то есть натяжители вертикальные. Вот. Не влево-вправо. Но даже вот мы одним поджарили и с трудом его можно провернуть. Так что одного, я думаю, достаточно, чтобы не портить раму. Дальше берем вот наш вкладыш, как я его называю. И пропускаем через две этих два отверстия нашу леску. Натягиваем как нам нужно. И вставляем в самый верх. Сейчас мы вот здесь завяжем узелочек под натяжением. И у нас есть здесь три ступеньки, с помощью которых можно будет до натянуть. То есть вот я подтягиваю максимально вверх, как мне нужно. Фиксирую. Достаю. Завязываю узелочек. Максимально узелок смещаем к нашему крепежу. Вот. Поднатягиваем его. И лишнее обрезаем с небольшим запасиком. Вставляем леску по всей длине закрепили. И сейчас просто вставляем нашу декоративную закрывающуюся накладку. Вот так вот все выглядит. Сейчас ставим наши бусинки, скам-то к веревочке, за которую тянуть. Ну, опять же, я разбираю, снимаю вот этот элемент, засовываю бусинки, прокручиваю и соединяю как нужно. Когда мы пропустили на наш фиксатор наши бусинки, отстраиваем положение рульштор, чтобы они были донизу открыты. И получается так, что наши бусинки очень длинные. Их нужно нам укоротить, чтобы они не мешали, не касались подоконника. Это делается очень просто. Изначально, когда положение открыто, берем наш фиксатор, рассоединяем, лишнее обрезаем вот здесь. И берем наши бусинки, отмеряем нужную на высоту, так, чтобы не касалось у нас снизу подоконника. Вот в таком размере получается наша веревочка. И вот с двух сторон получились лишние куски у нас. Итак, друзья, спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Я надеюсь, оно было для вас полезным. Пожалуйста, пользуйтесь, берите к себе на вооружение. А если видео было для вас полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, а мы и дальше будем снимать еще больше для вас годного контента. Всем пока!